Это вам тоже, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, добрый день, коллеги. Как меня видно и слышно? Поставьте огонек слева от чата, если меня хорошо видно и слышно. Ну и сегодня я не дома, не в своем рабочем кабинете, в командировке в Питере, в таком прекрасном арт-пространстве. Поэтому чем это для вас существенно? Тем, что будет небольшое эхо. Я надеюсь, что вам комфортно слушать. Мы постарались здесь все для этого сделать. Поэтому, да, и плюсики вижу. И можно огонечки слева от чата тоже ставить, если вам хорошо. Для тех, кто первый раз, позвольте представиться. Меня зовут Мария Токмянина. Я практикующий психолог и детский нейропсихолог. Работаю в тренинговом центре для детей и подростков. И очень часто используем игровые технологии. Поэтому буду рада сегодня с вами поделиться наработками. Все игры, которые сегодня у нас будут в презентации, мы проводили. Они опробованы в деле и они показали свой результат. Чехов на связи, Таганрог. Очень здорово. Вся большая страна. Я вам очень рада. Ну и поскольку нейропсихолог – это особое мышление, подход сегодня будет еще и с точки зрения нейропсихологии. Я вам постараюсь рассказать, как действуют на детскую психику разнообразные игры, что мы можем тренировать. Ну, надеюсь, что сегодня у нас сложится вот такая вот четкая система, четкое понимание, какие игры когда использовать и с помощью чего мы можем добиться нужных результатов. Итак, давайте начнем. Игровая психокоррекция. Вообще дети играют очень много. Если речь идет про дошкольников, то все становление ребенка в дошкольном детстве происходит в игре. Немного у нас есть обучающие деятельности, учебные деятельности, но все-таки игра – самое главное. И все знакомство с культурой происходит через игру. Это такой замечательный период, когда ребенок в игре может попробовать все, что он потом во взрослой жизни будет делать всерьез. Это такая экспериментальная лаборатория для того, чтобы ребенок усвоил элементы взрослой жизни. Как обращаться с предметами, как обращаться с другими людьми, как выполнять свои социальные роли, нормы общения, ну и много-многое другое. Ну и игра, в отличие от нашей взрослой жизни, которая всякая бывает, да, игра, она безопасна. То есть там можно сделать все, что угодно в игре, переиграть по-другому, если что-то не получилось. Но можно сделать какой-то свой сюжет, сыграть заново, поэтому игра – это прекрасно. Ну и между делом в своих играх ребенок развивает не только свои социальные навыки, но и свое мышление, потому что через игровые методы мы можем достичь очень хороших результатов в развитии высших психических функций, а это хорошая основа для обучения в школе. Поэтому я двумя руками за игры и сегодня вам тоже буду это рассказывать. Что такое игровая психокоррекция? Смотрите, когда мы видим у ребенка какие-то проблемы, мы стараемся эти проблемы скорректировать. Проблемы могут быть разного плана. Это могут быть поведенческие проблемы, это могут быть проблемы коммуникации с другими людьми, когда ребенок боится коммуницировать. Это могут быть вполне себе серьезные травмы у маленького ребеночка, например, такие как потеря близких людей, стремительный переезд с одного города в другой и много чего еще. И потеря настолько тяжелая, что ребенок это тоже пережить не может в реальной жизни. И таким образом, подбирая особые игры, мы можем помочь ребенку пережить травму, можем научить его коммуницировать в безопасной обстановке, общаться без боязни, можем помочь ему выработать новую стратегию поведения, ну и вообще развить самостоятельность и много навыков привить в самой обычной игре. Начнем мы, конечно, с правила. Если мы берем такой метод, как игровая психокоррекция, мы все-таки в голове держим, что для ребенка это игра. И прежде всего создаем для ребенка комфортную обстановку. Это значит, что не должно быть ситуации, а давай мы с тобой в эту игру поиграем, фу, как ты плохо играешь, у тебя ничего не получается. Этого быть не может. Мы всегда создаем ситуацию успеха для ребенка, делаем так, чтобы он в любой игре чувствовал себя победителем. Даже если он проиграл, то мы можем же воссоздать ситуацию, когда он приобрел какой-то ценный опыт. Тоже об этом скажу. Дальше. Мы идем в движении от простого к сложному, обязательно. И очень тщательно подбираем игры с учетом развития ребенка. Всегда есть опасность дать игру, которую дети не смогут преодолеть. И это бывает, это обычные рабочие моменты. Часто бывает так, что мы дали игру, она не пошла на данный момент. Через два месяца мы ее повторили, возможно, в другой оболочке игровой. И она пошла очень хорошо, потому что дети приобрели какие-то навыки. Это нормально. Но и мы работаем в зоне ближайшего развития, то есть в игре ребенок должен все-таки преодолевать какие-то, пусть небольшие, но трудности. Это будет его развивать. Зона развития. И смотрите, когда мы говорим о росте и развитии, часто проговариваем такие слова, как зона комфорта, зона стресса. И долгое время существовало такое мнение, что чтобы начинать развиваться, нужно выйти из зоны комфорта. Слава Богу, что в последние годы ушло это мнение, потому что выходя из зоны комфорта, человек не начинает развиваться на самом-то деле. Он начинает бояться, защищаться и бороться. Это не про развитие. Поэтому из зоны комфорта можно выходить в зону развития. Это такие дела и ситуации, в которых будет немножко трудно, но побывав вот в этих делах и ситуациях, можно вернуться обратно в свою привычную обстановку и принести оттуда в свою зеленую зону, в зону комфорта, какие-то новые данные, новые сведения. И таким образом зона комфорта изнутри будет расширяться и постепенно будет больше. Таким образом мы можем, не покидая зоны комфорта, а лишь выходя в зону развития ненадолго и возвращаясь обратно, расширять свое жизненное пространство. Ну и, конечно, игры психокоррекционные, они лежат в области зоны развития и не являются стрессом для ребенка, расширяют его жизненное пространство. Вот, это было такое философское вступление, и вы можете тоже поговорить на эту тему в чате. Я внимательно слежу за чатом и готова отвечать на все вопросы. А сейчас мы с вами пройдемся по зонам мозга и сделаем это для того, чтобы каким-то образом весь объем игр, которые я хочу сегодня вам показать, ну, разделить на категории и понять, какая игра для чего предназначена. Поэтому мы идем сейчас в нейропсихологический подход. Он означает, что мы всю психику ребенка, весь, все, что делает его мозг, условно делим на три блока. Первый блок – это энергетический блок. И это часть мозга, которая отвечает за тонус, за то, чтобы мы жили, дышали, чтобы сохранялся цикл сна и бодрствования у ребенка, чтобы ребенок был всегда активный, не уставший, но и в то же время мог себя контролировать. То есть то, что отвечает за энергию. Второй блок – это прием, переработка и хранение сенсорной информации. И третий – это программирование, регуляция и контроль. И когда мы видим ребенка и понимаем, какие у него проблемы, мы можем догадаться, с каким блоком мозга связаны эти проблемы. И развивать начинать именно тот блок мозга, который у ребенка каким-то образом недостаточно развит или немножечко отцвет в развитии. Вот такая вот система. Если у ребенка нарушение в первом блоке. Вот давайте мы с вами вместе проголосуем, проведем такой соцопрос. Если вы встречали таких детей, они есть в ваших группах и классах, вы, пожалуйста, ставьте огонечек. Итак, мы посмотрим, насколько эта проблема у нас распространенная. Хорошо? Итак, если у ребенка нарушение в первом блоке, то это дети, которые очень быстро устают. Они не выдерживают нагрузку и просто вываливаются. Причем они вываливаются иногда не так, что он сел, устал и сидит, отдыхает. Иногда выходят из деятельности в другую сторону. То есть начинают бегать по стенам и потолку, быть капризным, шаловливым, и мы не можем его угомонить. Вот если вы такое встречаете у ребенка, и пронаблюдали, что такое поведение встречается, когда он устает, то это значит, что его первый блок пока еще не совсем справляется со своими обязанностями. Дальше. Такие детки долго переключаются на другую деятельность. С трудом управляют своим поведением. Мамы говорят, что они плохо засыпают и плохо просыпаются. А мы видим, что такие детки очень невнимательны. Если это ребенок-школьник, то он, скорее всего, демонстрирует очень хороший интеллект. То есть он все прекрасно знает про космос, про машины, про что угодно. У него очень хорошая речь, но в то же время такие дети хорошо читают, но почерк плохой, и они тоже в учебной деятельности очень быстро выдыхаются. Если вы психолог, то вы, конечно, знаете пробу-заборчик. И вот как раз на иллюстрации, которая внизу, мы видим пробу-заборчик, которую сделал ребенок с проблемами в первом блоке головного мозга. То есть его сил, его тонуса не хватает на то, чтобы сделать ровную строчку, и строчка как бы убегает вниз. Ну и образец почерка ребенка, может быть, тоже для вас будет узнаваемый, что такие дети есть. Добрый день всем, всех-всех приветствую, присоединяйтесь. Ну и как мы можем улучшить состояние? Вот еще очень важные вещи, почему мы иногда не распознаем нарушения в первом блоке. Потому что они часто маскируются под другие проблемы. И мамы к вам придут с таким запросом, мой ребенок ленивый, он ничего не хочет делать, например. Или с запросом, он неуправляемый, я не знаю, что с ним делать. Или он не умеет слушать взрослого. Вот. Вполне вроде бы поведенческие проблемы, но они имеют связь с мозгом. Что мы можем сделать для таких детей? Первое и очень важное, мы для таких детей выбираем игры, в которых нужно поддерживать определенный ритм. Проводили игры ритмические мы со школьниками, ну практически уже подростки, 10-11 лет. И простейшая игра, в которой нужно в определенном ритме перебросить и поймать палку, раз, два, раз, два, выдерживают далеко не все. То есть из группы, например, в 15 человек, только два человека смогли это сделать. С ритмами у детей проблемы. Поэтому вы можете выбирать игры, которые поддерживают ритм. Ну, например, известнейшая всем игра, вы ее точно знаете, «У медведя в обору». Читается стихотворение, и под стихотворение дети ритмично идут к игроку-медведю, проговаривают «У медведя в обору много шишек наберу». Вот. Ритмичное стихотворение. И потом очень быстро от медведя убегают. Набирайте побольше таких игр. Например, еще слайды сегодня листаются не очень хорошо. Прошу прощения за то, что они мелькают. Так иногда бывает. Кот и мыши. По такой же технологии игра создается. Ну и любые варианты, акулы и дельфины, день и ночь, что хотите. Но самое главное, чтобы в этой игре было стихотворение и был вот такой вот ритмический компонент. Следующее – это игры с массажным эффектом. Так. Ай. Прошу прощения, презентация сегодня неуправляемая. Вот так вот попробуем. Что это такое? Это игры, в которых дети еще сопровождают стихотворением, движениями и себя немножко массажируют. Вообще, обучение детей техникам дыхания и массажа иногда дает вообще удивительный эффект. Например, вот такая игра, тоже распространенная. Вышла мышка как-то раз, посмотреть, который час. И ребенок вот таким образом себя по рукам начинает массировать. Вот. Выше, выше, выше. Вдруг часы сказали, бом, мышь скатилась кувырком. Ну и дальше мышь идет во второй раз посмотреть, который час. Вдруг часы сказали, бом, бом, мышь скатилась кувырком. И дальше пока не надоест. Ну раз 6-7 обычно, вот мои детки, просят повторять эту игру. Она им очень сильно нравится. Ну и следующая категория игр, которая тонус детей хорошо поддерживает – это игры с переключением движения. Например, огонь и лед. Огонь все бегают, лед все останавливаются. Можете прямо сейчас друг для друга в чат написать похожие игры, и я тогда пойму, что вы поняли, о чем я говорю. Следующее. На земле, в воде, на небе. Педагог говорит слово, а дети должны сделать определенное движение. Если на земле, то присесть, в воде показываем волну, на небе поднимаем руки вверх. Ну, например, птица, кораблик и так далее. Такая вот игра. Любимая всеми игра «Море волнуется», тоже очень хорошо подходит под игры с переключением движения. Ну и «Тише едешь, дальше будешь». О, да, это вообще игра волшебная. «Тише едешь, дальше будешь», но у нее есть еще название «Бабкины ключи», если кто-то знает под таким названием. И дети ее еще опознают, как «Игра в кальмара». Нужно про эту игру рассказывать? Поставьте, пожалуйста, минус в чат, кто не знает, что такое «Игра в кальмаре». Кальмара. О, по морю плыл пароход. Все, тогда эту игру расскажу, хоть без слайда, но все равно. Все, спасибо, спасибо. Минусы больше не надо ставить, все понятно. «Игра в кальмаре» – это фильм, который выходил недавно, такой достаточно страшный и мрачный фильм, но дети все посмотрели, и «Игра в кальмаре» продолжается до сих пор. Выбирается ведущий, ведущего разворачивают к стенке, и за ним примерно в полуметре выкладывается какой-нибудь предмет. Самое главное, чтобы предмет был не колючий. Мы берем обычно маркер с закрытой крышечкой. Вся остальная команда детей встает на другой конец помещения, и ведущий считает раз, два, три и поворачивается к ним. Пока он считает раз, два, три, команда может перебегать, и их задача – схватить вот этот предмет и утащить обратно. Но сложность в том, что когда ведущий поворачивается, все должны замереть. Тот, кто не замер, тот возвращается на старт. Вот такая вот игра. Ну, если бабки на ключи, то мы говорим, что есть страшная бабка Грэнни, вы точно про нее знаете, и нужно у этой бабки отобрать ключи. Ну, то есть развлекаем, как можем обычно. Понятно, да? То есть когда мы играем в ритмичные игры и игры с переключением движения, первый блок головного мозга работает очень интенсивно. Потому что когда мы попадаем в ситуацию, ну вот, необычную, отличную от повседневной жизни, первый блок головного мозга активируется. И, например, мы когда выстраиваем занятия, то даем детям вот такие вот игры, а потом после этого даем сложную интеллектуальную деятельность. Мозг активировался, и ребенок уже может больше извлечь из того, что мы ему предлагаем. Очень полезно для всех детей, и здоровых, и не очень здоровых. Ну, и следующая категория игр, которая тоже тренирует первый блок головного мозга, это игры на мышечную релаксацию. Например, солдаты кукла. То есть по команде педагога дети выпрямляются и сжимают мышцы, это солдат. И здесь важно просто стать железным оловянным. Или они расслабляются и мягко скатываются на пол, это кукла. Ну, и вариант черепаха и крокодил тоже нежно любимый детьми всех возрастов. Дети у нас черепахи, они лежат на коврике свободно, руки-ноги в стороны, такой звездочкой. А когда появляется крокодил, нужно сжаться и спрятать руки и ноги под туловище. То есть суть этих игр в том, что мы учим ребенка сжимать и расслаблять свои мышцы. Он приобретает контроль над мышцами, контроль над дыханием, а это прямая дорожка к тому, чтобы контролировать свое физиологическое состояние. Второй блок головного мозга. Напоминаю, что он отвечает за прием, хранение и переработку информации, а также за создание операционно-технических программ для всех видов деятельности. Ну, звучит так страшно, операционно-техническая программа, но на самом деле это набор команд, которые мы используем в повседневной жизни. Ну вот, например, если нам нужно почистить картофель, то у нас в этой схеме есть несколько операций. Нужно вымыть картофель, нужно взять нож, почистить, ополоснуть и обязательно это сделать друг за другом. За все, за такие вот команды и операции отвечает второй блок головного мозга. Ну и заметьте, что он же отвечает за техническую сторону, письма. И если у ребенка письмо подхрамывает, то есть почерк, как курица лапой, как мы говорим, да, если у него скачут буквы, то это тоже второй блок головного мозга, не очень-то хочет работать. Как мы можем определить, что ребенку нужна помощь вот именно с этими проблемами? Ребенок проявляет трудности восприятия. Ну, например, на картинке, которая слева вверху, он не может выделить отдельных животных. То есть он не различает в этих линиях отдельных животных. Он, например, не может дорисовать недостающие детали или делает это с большими сложностями. Может быть вариант сложности восприятия звуков, слуха, и тогда ребенок может не различать близкие по звучанию слова, например, путать гвоздь и кость и так далее. Как мы можем развивать второй блок? Прежде всего, это обогащение сенсорного опыта, то есть здесь наша задача дать ребенку потрогать, пощупать, послушать, увидеть как можно больше разных объектов. Дальше, это игры на дифференциацию ощущений и восприятия, игры на межмодальный перенос и помощь в создании операционных программ. Ну, например, как мы работаем вот именно с этими вопросами и проблемами, я хочу рассказать на примере того, как мы у детей выстраиваем пространственные отношения. Например, если мы видим, что ребенок путается в грамматических конструкциях, если он не понимает логику текста, если он не ориентируется в пространстве листа, не понимает, где правая и где левая, и у него проблемы вот именно с этим, тогда мы предлагаем ребенку вернуться назад и для нейропсихологов это обычный подход, то есть если что-то не получается у ребенка, тогда мы возвращаемся на предыдущую ступень развития и начинаем работать там. То есть если ребенок плохо, допустим, из слов составляет предложение, если он не чувствует, где в предложении нужно поставить точку, если он переставляет буквы, то мы возвращаемся назад в прошлое, в его детство и начинаем работать на ориентацию в своем теле. Как только видим, что ребенок право-слево начал различать и в своем теле уже ориентируется, мы переходим на следующую ступеньку и начинаем давать игры на пространственные представления. Навели с этим порядок, переходим на следующие игры и помогаем ребенку научиться ориентироваться в пространстве листа. И возвращаемся к нашей проблеме текущей и учим ребенка теперь уже правильным грамматическим конструкциям. Поставьте, пожалуйста, огонечек, если схема понятна. И вот по этой же схеме мы работаем вообще со всеми проблемами, то есть если у ребенка какие-то проблемы в восприятии, то возвращаемся на какой-то детский уровень и прорабатываем там. Так, как это выглядит в реальности, да, например, так, ориентация в пространстве, да. Несколько игр покажу, например, мы начинаем с игры астронавта. Как она выглядит? Ребенку одному завязывают глаза и теперь, а нет, детям завязывают глаза и теперь они астронавты. Один ребенок у нас остается ведущим и у него глаза не завязаны. Есть в пространстве несколько стульев, каждый стул это планета. Но планеты бывают разные, есть планеты отравленные, а есть планеты, на которых можно жить. И вот вся эта команда астронавтов должна по сигналам ведущего, по командам выйти к тем стульям, которые являются хорошими планетами. То есть ведущий команды вправо, два шага вперед, шаг влево, садись и астронавт приземляется на планету. Это ориентация в пространстве своего тела. Стало получаться, начинаем играть более сложную игру, которая называется стыковка. Стыковка. Есть у нас два ребенка ведущих. Первый это орбитальная космическая станция, она где-то в пространстве у нас курсирует. И орбитальная космическая станция выглядит вот так. Человек и две ладошки. И есть второй ребенок, который является космическим кораблем, у него глаза завязаны, ему нужно пристыковаться к орбитальной космической станции. Вот так, ладошки к ладошкам. И на Земле остаются диспетчеры. Человек пять будет нормально. И эти диспетчеры космическому кораблю передают команды. Шаг влево, шаг вправо, ладошку выше, ладошку ниже, правее, левее, еще немножко. И в конце концов космический корабль стыкуется с орбитальной станцией. Тоже все обожают эту игру. Следующая игра на ориентирование в пространстве. Здесь уже в ней такой телесный компонент заложен, очень хороший. Это дракончик. Выстраиваем детей друг за другом. Руки помещаются на плечи. И дракончик отправляется в путь по комнате, в которой расставлены препятствия. Но вот беда. Дракончик-то у нас слепой. То есть все дети идут с закрытыми глазами. И только последний человек в этой колонне может что-то видеть. Он направляет своего дракончика с помощью кнопочек, сигналов телесных. То есть если он нажимает, например, правой рукой на плечо предыдущего человека, тот передает эту команду дальше. И дракончик весь разворачивается вправо. Точно так же левой рукой нажимает. Дракончик разворачивается влево. Если берет за плечи и тянет к себе, это значит стоп. Очень весело и очень полезно для того, чтобы поощущать себя в пространстве. Вот в эти игры наигрались. Когда мы видим, что детям уже легко, мы переходим на игры в пространстве листа. Например, берем графический диктант. Вначале сложно, потом тоже все очень сильно радуются, когда делают графический диктант. И получается какое-то интересное изображение. Их в интернете много, можно скачать себе разное, но графический диктант все же знают. Одна клеточка вверх на листочке, две клеточки вправо по диагонали и так далее. Вначале берем простые, потом усложняем. Ну и после того, как освоились пространства листа, берем, например, игры с предлогами, игры со словами, с предложениями. И вот мы уже достигли своей цели. Ставьте огонечки, если логика понятна. И мы движемся дальше. Хорошо. Понятно, это прекрасно. Давайте еще мы с вами тоже, как пример, посмотрим игры на развитие внимания. Внимание у детей подхрамывает на все ноги. Очень часто дети у нас невнимательные. Мы знаем, что у них клиповое мышление, и они дольше пяти секунд плохо сосредотачиваются на каком-то предмете. Но все-таки нам нужно что-то с этим делать, и нужно ребенка готовить к школе или уже воспитывать школьников. Поэтому берем много-много игр на развитие внимания. Мы их даем прямо с шестилетнего возраста и до бесконечности. То есть даже для старших подростков включаем в занятия вот такие игры. Чтобы игры сработали, их нужно вначале разделить на отдельные блоки по темам, по запросам. То есть мы можем игры разделить по ведущему анализатору и, например, сделать игры на зрительное внимание, на слуховое, на вестибулярное, кожное, понятельное, вкусовое, тактильное, разные игры. Потом можно будет посоединять, когда уже дети хорошо натренируются. И мы можем выбрать отдельные игры, по компонентам внимания. Например, игра на то, чтобы зафиксировать внимание, игра на то, чтобы концентрировать внимание, удержать, переключать, распределять. Ну и я вам даю ссылочку на готовое занятие по активизации внимания. Вы можете перейти по ссылочке и посмотреть, как это можно сделать. Там прям с упражнениями. Ну и примеры игр еще для развития второго блока. Интересная игра «Слалон-гигант» на ориентировке в пространстве. Выкладываем из стулья две трассы, вот такие вот примерно волнообразные, и две соревнующиеся команды начинают их преодолевать. Двигаются параллельно. Ну и если человек стул заденет, тогда он возвращается на старт. Побеждает команда, которая первая прошла трассу без ошибок. Когда научились проходить трассу без ошибок, берем и всем завязываем глаза, оставляем одного диспетчера. И он уже подсказывает там левее, правее и так далее. Так, киньте ссылку в чат. Вот, так, я вот ее так быстро не найду. Смотрите, вы презентацию скачаете, и там ссылка активная. Еще вариант игры – это мельница, развитие внимания и контроль двигательной активности. Ставим в круг детей и начинаем передавать мяч от одного игрока к другому. Постепенно скорость передачи увеличиваем, и если игрок упустил мяч, он из игры выбывает. Когда игра у детей начинает получаться, то мы начинаем менять направление в игре и делаем это внезапно. То есть мяч передавался против часовой, потом по часовой и так далее. Кто последний остается в игре, тот и победил. Еще вариант игры на развитие зрительного внимания – это найти отличия. Это также можно сделать по командам, и тогда будет веселее. Найти отличия можно сделать разными способами. Мы можем дать парные картинки, и ребенок будет искать отличия. Мы можем взять ведущего, попросить его отвернуться, и вся детская команда делает, например, три перемены в своей одежде, или внешности, или позах. Потом ребенок поворачивается, и он должен найти эти три отличия. Разнообразно можно делать игры на эту тему. Еще одна игра на развитие слухового внимания и усидчивости. Даем команду. Давайте послушаем тишину. После этого наступает долгожданная тишина, конечно, ненадолго, и мы просим детей сосчитать звуки, которые они услышат. Там машина проехала, муха зажушала, кондиционер работает. И продолжаем, пока дети не перечислят все звуки, которые слышали. Вот. Как варианты игр, еще интересные игры. Золушка. Игра на распределение внимания. Распределение внимания – это функция, когда ребенок может внимание сосредоточивать сразу же на нескольких элементах своего жизненного пространства. И это тоже очень полезное свойство. Берем два ведерка с фасолью, белой и коричневой, вместе их соединяем и просим детей разложить фасоль на три кучки. Выигрывает тот, кто сделал первым. Но если фасоли под рукой не оказалось, наверняка под рукой есть коробка с лего. И с лего тоже можно вытащить детали трех разных цветов и попросить детей их пораскладывать. Можно на перегонки. Ну и третий блок головного мозга – это та часть нашего мозга, которая отвечает за поведение, за сложное социальное поведение, такое как умение ладить с детьми, с людьми, умение выполнять нормы поведения, останавливаться, когда нужно. И этот же блок головного мозга отвечает за цели полагания и вот такую вдумчивую, целенаправленную деятельность. Насколько я вижу по своей практике, этот блок головного мозга у детей очень часто развит плохо и недостаточно для того, чтобы ребенок хорошо ориентировался в этой жизни. Про самоконтроль вообще иногда речи не идет. Признаки нарушений. Здесь, наверное, даже не нарушения физиологические, а больше нарушения именно в воспитательных программах, которые к этому ребенку применяли его родители. Чаще всего дело в этом. Третий блок головного мозга отличается от первого и второго по своей специфике и по анатомии, отличается вот чем. Когда ребеночек маленький рождается, у него больше всего, лучше всего развит на тот момент второй блок. Первый немножечко отстает, и вы знаете, что младенцы ведут себя иногда очень неритмично, они размахивают ручками и ножками, они пока еще не координируют свое тело. Но этот блок нарабатывается в течение первого года. А вот третий блок головного мозга, он растет по разным данным до 21-25 лет. То есть вот эта вот часть нашей психики, она развивается достаточно долго, включает в себя и подростковый возраст, и даже раннюю взрослость. Кроме того, когда ребенок рождается, этот третий блок, он как чистый лист белый, там ничего не записано, и этот блок воспитывается. То есть вот что мы в ребенка вложим, то там и будет. Поэтому признаки нарушений, ну, разного генеза, что называется, это полевое поведение. Полевое поведение, это значит, что куда ветер донул, туда ребенок и пошел. И обычно не замечают этого довольно долго, пока ребенок не входит в подростковый возраст, и начинает вести себя вот именно как полевой человек. То есть ему ребята сказали, а давай пойдем самокат перепрячем у друга. Он говорит такой, ну, хорошо, давай, интересно же будет. Зачем ты это сделал? Не знаю, все пошли, и я пошел. Вот это как раз полевое поведение. У ребят дошкольного возраста полевое поведение выглядит, как молекула в газе, то есть он бегает по группе, не знает, куда себя приткнуть, и делает то, что делают другие дети. Второе, это застревание на определенных действиях. Ребенок может часами и днями делать что-нибудь одно. Ну, например, ему нужно только лего, или только клеить самолетики. Был у меня такой маленький клиент, и в его квартире жило там порядка 200 разных самолетиков, и он их клеил все время. Другое он ничего не любил делать. Дальше, это склонность к упрощению любых программ. То есть, сейчас попробую объяснить. Ну, например, чтобы нарисовать домик, нужно нарисовать сам корпус, крышу, забор, все вот это вот разрисовать. Мы ребенку эту программу показываем, там окошечко делаем, и ребенок начинает рисовать домик. Окошечко он не делает, потому что ему лень, крыша у него получается полукруглая, потому что треугольник неохота рисовать, ну и так далее. То есть, все упрощается. Ну, и самое главное, это отсутствие интереса к учебно-познавательной деятельности. То есть, пока вы с ребенком играете, он счастлив, только говорите, а давай позанимаемся, он тут же скучнеет, и куда-нибудь пытается утечь, чтобы не заниматься никаким образом. Вот такие вот полевые детки. Ну, и тренировать это тоже можно, тренировать навыки цели полагания и поведения, но если мы будем тренировать только через, ну, такое слово, ну, оно очень хорошо передает смысл, муштра или дрессировка. То есть, мы постоянно говорим ему, как делать правильно. Один раз сказали, как делать правильно, второй раз сказали, третий раз сказали, на четвертый он взбесился, ему стало совсем уже не до нас и не до развития своего мозга. А вот в играх можно тренировать очень долго, потому что мы игры повторяем по много-много раз, иногда до тех пор, пока все ведущими не побудут. Ну, и это та же тренировка, но для ребенка интересная. Примеры. Смотрите, например, игра «Аисты лягушки». Тренируем. Внимание, контроль двигательной активности, ну, и самоосознание. Смотрите, игроки у нас двигаются в пространстве. Если ведущий хлопает один раз, они стоят на одной ноге, и это «Аисты». Если ведущий хлопает два раза, это лягушки приседают. На три хлопка можно ходить дальше. Вот, то есть, здесь уже достаточно сложная программа. У ребенка ему нужно и прислушиваться к словам ведущего, и в зависимости от слов ведущего перестраивать свою деятельность. Вообще, когда получаем детей 6, 7, 8 лет на тренинге, то самое главное, что мы делаем, честно говоря, это учим ребенка следовать командам взрослого. Вот с этим вообще беда. У нас в последнее время очень вольное воспитание в семьях, и поэтому дети не научились слушать взрослого абсолютно. Нарабатываем вот в таких вот играх. Следующее. Контроль импульсивности, контроль ярости. Мишки и шишки. Выдаем шишки, разбрасываем по полу, и игрокам даем их собрать. Но на руки одеваем толстые варежки, или такие пуховые толстые варежки, или, вот если представляете, рукавицы металлурга, то есть они сшиты из такой грубоватой ткани, из которой спецовки шьют, и тоже очень хорошо. То есть здесь выигрывает тот, кто стерпел, выигрывает тот ребенок, который выдержал и не сорвался, не ушел с игры, а это как раз воспитание воли, воспитание третьего блока головного мозга. Так, вопросы. Секундочку. На вопросы тогда отвечу попозже, там пока нету таких вопросов, которые нужно отвечать. Следующая игра. Тренировка сложных двигательных программ. Любимая игра муха. Простейшая. Для этого ничего не нужно. Только расчертить листочек клеточками, ну и взять что-то, заменяющее муху. Любой небольшой предмет. Муха сидит в центре поля, и она пытается выбраться из этой клетки. Ведущий говорит, два шага вправо, шаг вниз, шаг вверх, три шага влево. И когда ведущий дает команду, которая муху выводит за пределы поля, ребенок должен быстро сказать, муха улетела. Если не сказал, то проиграл. Муха остается в клетке. Если сказал, то все, муху освободил, молодец, выиграл. Когда ребенок осваивается, мы муху убираем и делаем муху виртуальную. То есть говорим, что муха тут невидимая, она сидит вот в этой клеточке, и давай мысленно за ней следи. Очень полезная игра, особенно для деток с СДВГ. Ну и на эту же систему головного мозга, то есть цель, целеполагание, целенаправленные действия, очень хорошо работают разнообразные бизнес-игры для детей. Мачикора – город мечты, универсальная игра, в которой нужно ребенку выстроить прям таки стратегию развития собственного города. А это значит, удержать себя от импульсивности и не скупить, допустим, что-то ненужное. Или рассчитать, например, свои ходы так, что какое-то время потерпеть и не зарабатывать деньги, зато копить вот какой-то капитал, а потом этот капитал в игре сыграет. То есть здесь уже дети выстраивают стратегию. Ну и здесь тренируются такие важные вещи, как умение не поддаваться панике и выдерживать свою линию поведения, потому что иногда в этой игре складывается ситуация, что не везет, не везет, не везет, а потом раз и повезло. И вот этого момента ребенок должен дождаться. Вот она так выглядит. Такая же игра «Денежный поток». Ну и смотрите настольные игры. Их сейчас много, и они сейчас очень классные. Следующий наш раздел – это игры для коррекции поведения. Точно так же, если мы видим у ребенка неправильное поведение и об этом ему говорим, то обычно ничего не происходит. Но если так по-честному, можно говорить очень долго, и чем дольше мы говорим, тем меньше ребенок воспринимает нашу информацию. Поэтому мы выходим в игры. И какие мы игры можем применить? Например, игры для того, чтобы скорректировать агрессивное поведение. Сейчас вернусь. Если у нас дети дерутся, если они агрессируют, ругаются, тогда мы делаем целый комплекс игр. И точно так же, как был целый комплекс игр, например, на простраивание пространственных отношений, то здесь целый комплекс игр на то, чтобы ребенка агрессивного привести в норму. И что у нас в этот комплекс игр входит? Вот смотрите. Причины агрессии – это либо низкая самооценка в большинстве случаев, то есть он настолько плохо о себе думает, что не считает себя достойным лучшего в этой жизни, но и заранее уже начинает агрессировать. Это неумение владеть своими эмоциями, это высокая тревожность, и это отсутствие навыков конструктивного поведения. Ну и как вариант упражнения для снятия напряжения, то есть начинаем работу с агрессии с этого дракоша, кусающего свой хвостик. Вся команда встает друг за другом, руки на плечи, и начинают передвигаться. Последний ребенок должен добежать и заляпать первого, а первый от него убегает. Игра «Доброе тепло». Беремся за руки и начинаем передавать друг другу тепло. Тепло передается легким пожиманием и по цепочке. Да, родителям хорошо бы посмотреть, ну, можете им показать презентацию и сделать такое родительское собрание. Дальше. Целый блок игр на распознавание эмоций. Мы берем какой-нибудь набор карточек, изображающих эмоции. Их сейчас много разных. Ну, например, «Монстрики чувств», метафорические карты. И вариант игр «Назови эмоцию». Прям бросаем мячик по кругу, и дети по очереди называют слова, которые связаны со сферой эмоций и чувств. Очень мало слов по приходе. Приходится эту область знаний тоже раскачивать. Дальше. Игра «Интересно. Отгадай, что я почувствовал». Ведущий рассказывает какую-то историю, и дети отгадывают, что с ним случилось. Ну, например, я шел по улице и ел мороженое. Мороженое свалилось, и вот тут же съела собака. Что я почувствую? И дети начинают говорить сначала раздражение, грусть, разочарование. Может быть, смех, потому что собака смешно мороженку ела. Может быть, что-то еще. Можно дальше порисовать портреты эмоций и рассказать. Да, видимо, собаке нужнее, и мы чувствуем гордость за то, что совершили хороший поступок, и идем за своим новым мороженым. Страна чувств. Дети рисуют портреты эмоций, ну и разные другие упражнения. Видите, что у нас получилось? Напряжение сняли, эмоции различать научились. Следующая игра. Как обращаться с королем и королевой? Один участник игры король или королева, а другие вокруг него входят и пытаются изобразить ту же эмоцию, которую изобразил король или королева. Шумный оркестр. Замечательное упражнение на саморегуляцию тоже. Мы разрешаем детям пошуметь, но шумим до тех пор, пока дирижер не опускает руку вниз. И вот здесь должны все по команде замолчать. Кто не замолчал, тот проиграл. Игра «А зато» на улучшение самооценки. Садим всех круг и начинаем. «А зато я умею надувать шарики». «А зато я вчера раскрасил раскраску». «А зато я сложил вега». И каждый человек, к которому обращается, вот эта вот хвостушка, он говорит «Я рад за тебя, а зато я». И вот это передается дальше по кругу. Игра продолжается, пока детям нравится. Нравится им минут 15. Ну и следующая игра – это коррекция страхов и стеснения. Вариант. Кинопробы. Ребенку предлагается представить себя каким-то персонажем, и мы здесь проговариваем сюжет. Например, ребенок потерялся в торговом центре. Девочка боится темноты. Мальчик боится ставить укол. И каждый ребенок может побыть в роли того, кто очень боится и стесняется, и в этой игре преодолеть свой страх и стеснение. Тоже любимая игра «Кто притаился в темноте». Берем темное закрытое помещение. Мы обычно создаем это помещение из стола и пледов. Очень хорошо получается. Дети по очереди заходят в темное помещение, там остаются, а потом выходят оттуда и рассказывают, кто притаился в темноте. Делаем на школьниках, ну, дошкольники просто испугаться могут, а школьники вообще реагируют здорово. Игра, которая называется «Зомби». Точно так же складывается дом из пледа и стола. Вся команда туда забивается, а взрослый воспитатель играет роль зомби. Он ходит вокруг стола, и если он слышит какой-то шорох из-под стола, он может туда протянуть руку и кого-нибудь схватить за пятку. После этого, ну, такой безумный радостный виск, и все разбегаются из-под стола. Игра тоже очень хорошо избавляет от разных нехороших эмоций. Ну, и еще несколько игр на тренировку социальных навыков, на умение общаться с другими людьми, потому что это тоже можно тренировать. И опять-таки, если просто рассказать ребенку, как обращаться с другими людьми, то он не всегда это сможет сделать, ну, из-за того же стеснения, из-за того, что, может быть, где-то побоится. Но если мы ему покажем, как это делать в игре, то все будет просто замечательно. И для этого мы используем упражнения из серии «Тимбилдинг». специальный тренинг, который представляет собой процесс сплочения группы. И «Тимбилдинг», хотя вроде бы это такой взрослый жанр, но, тем не менее, можно проводить уже, начиная с двух-трехлетнего, ой, прошу прощения, с трех-четырех лет у деточек. Ну, и несколько игр на «Тимбилдинг» в заключении нашего вебинара. Что «Тимбилдинг» нам помогает? Дает детям уверенность, учит детей проявлять лидерские качества, ну, и, конечно, это незабываемый, интересный, телесный опыт совместной работы. Когда я ребят вывожу на летние программы, и если вы тоже работали вдруг в лагере в загородном, то первые два-три дня всегда есть большой страх детей потерять. А вот дня с третьего уже страх пропадает, потому что своих видишь по жестам, по походке, да, узнаем своих миленьких деточек, и что случилось? То есть мы как бы телесно друг к другу подстроились. Так вот, «Тимбилдинг» помогает очень быстро, телесно друг к другу подстроиться, а это значит, что детям будет вместе гораздо легче. Ну, и вам упражнения на «Тимбилдинг». «Снежный ком» любимый. Дети садятся в круг и по очереди называют свои имена. Упражнения построятся по… Участники должны построиться в шеренгу по любому признаку. Рост, вес, цвет волос, величина ладошек, веселость, активность и так далее. И если все хорошо, то дети могут выстраиваться молча. Упражнения «Поиск общего». Разбиваются на пары, и каждая пара должна найти что-то общего, то, что их объединяет. Как только нашли, пары объединяются в четверки, тоже ищут общее, четверки в восьмерки и так далее. Упражнения «Батискав». Две подгруппы загадывают слово, ну, типа «Крокодил игра». Слово загадали, и с помощью жестов его показывают. Другая команда должна отгадать, что это за слово. Упражнения «Поймай мяч». Упражнения на знакомство. Кто-то бросает мяч вверх, называет имя ребенка, и ребенок должен мячик поймать. Как только он поймал, он говорит «Стоп», а в это время все остальные разбегаются, и он этот мяч бросает в следующий момент. «Презентация в PowerPoint», и она должна скачиваться нормально. Ну и не забывайте, что есть такая интересная вещь, как веревочный курс, когда мы детей выводим в какое-нибудь интересное пространство, в лес или в парк. Мы можем, например, навязать вот такую вот паутинку и предложить детям через нее перейти. Но каждый ребенок проходит через свое окошечко. Если один прошел через удобненькое окошечко, то дальше через него уже ни один ребенок не проходит. Или игра «Солнышко». Берем веревки, привязываем к такой кольцевой резинке, и вот этим устройством пытаемся поймать предметы и перетащить их с места на место. Есть также вариант «Солнышко» для комнаты, когда мы берем резиночку канцелярскую небольшую, к ней привязываем ниточки, точно так же дети могут ее сделать шире, и уже с помощью этой резиночки перевернутый стакан и перетаскиваем с места на место. Кочки. Вот такое вот передвижение по кочкам, когда у детей связаны соседние ноги. Водопровод. Здесь понадобится оборудование, но оно не очень дорогое, и в хозяйственных магазинах продается. Это сантехнический желоб. Из желобов мы выстраиваем вот такую вот канаву, и нужно, чтобы по ней текла вода и нигде не выливалась. Ну и игры на координацию совместных действий, такие как, например, пальчики. Команда должна, не сговариваясь, показать одинаковое количество пальчиков. Игра обруч. Ну и несколько еще игр, они у вас все здесь будут. Вот вариант солнышко для комнаты, пирамидка, то есть в серединке, это как раз канцелярская резинка, которую дети держат с помощью ниточек. Игры на телесный контакт, мы их проводим только со страховкой взрослых, когда, например, игрока передают по цепочке из рук, вот таким образом. Или прыжок веры, обожают дети, то есть вся команда собирается, держит, и ребенок в эти подставленные руки просто падает вниз спиной. Конечно, взрослый стоит в середине этой толпы. Игра на создание совместной стратегии. Команда стоит на коврике, и задача перевернуть его, чтобы никто не встал на пол. Она разрешаема, несмотря на внешнюю трудность. Паутинку вам уже рассказала. Ну и такая интеллектуальная игра «Повтори узор». Команде предлагают узор из 20-25 элементов, и их задача его повторить. Но ни один человек больше 7-8 элементов запомнить не может. Поэтому команда должна догадаться, что этот узор нужно разделить на всех, и таким образом по кусочкам сложить. Точно так же супермозг. Игра устроена. Мы даем сложные слова, и нужно их повторить. Берем слова, исходя из количества. Количество участников умножаем на 7. И команде нужно распределить, кто какое слово запоминает. Это же для более старших ребят. И после того, как мы проводим кимдилдинг, нам очень важна обратная связь, и проводим такую небольшую беседу о том, почему так все здорово получилось, почему все были молодцы, и какие вы теперь дружны. Вот такие игры тоже мы можем сделать. Ну и в завершении всегда хвалим друг друга, даем впечатление свое от тренинга, или пишем волшебные записочки. Ну, я познакомила вас с разными категориями игр. Наше занятие сегодня было таким очень практичным. Но, опять-таки, я больше практик, чем теоретик. Пользуйтесь играми. Самое главное, что у нас есть схема, и вы можете каждому ребеночку под его запросы подобрать определенную категорию игр. Я с вами прощаюсь. На связи была Мария Докнянина, психолог из Екатеринбурга. Я желаю вам удачи, веселых игр и счастливых детей. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»